Около 20 молодых учителей республики в этом году смогли улучшить свои жилищные условия. В Мариел, впрочем, как и по всей России, продолжается реализация программы по предоставлению субсидий на приобретение квартиры или строительство дома, в случае, если молодой педагог взял ипотечный кредит в банке. Условий несколько. В первую очередь, программа рассчитана только на учителей в возрасте до 35 лет, работающих в школах, лицеях и гимназиях не менее одного года. Кроме того, после предоставления субсидий учитель обязан отработать в системе образования не менее пяти лет. В противном случае деньги придется вернуть. Общая сумма бюджетных средств составила более 21 миллиона рублей. Среди участников программы учителя из Лишкралы, Волжска, Казмодемьянска, Медведевского, Маркинского и других районов. Сумма господдержки, перечисленной на банковский счет молодых учителей, составила от 140 до 360 тысяч рублей. Размер субсидий составляет не менее 20% от размера ипотечного жилищного кредита, но не более 20% от стоимости жилого помещения, рассчитанной, исходя из размера общей площади жилого помещения, среднерыночной стоимости одного квадратного метра. Еще одно важное условие программы. Ее участник, молодой учитель, может рассчитывать на социальную выплату от государства, которое будет возмещать процентную ставку по кредиту. Например, банк дает ипотечный кредит под 11%. Размер выплаты должен снизить ставку до 8,5%. Это обязательно минимум. Прием документов от педагогов для участия в социальной программе продолжается. Заявления принимаются в здании Министерства образования и науки Мариел по адресу улица Успенская, дом 36А, 103 кабинет.